Особое мнение Но об этом буквально через 30 секунд Пока я должен напомнить Нашим слушателям Каналы связи С нашей студией Слава Богу, что они появились Я имею ввиду смс Плюс 7 921 970 2240 Еще раз повторю Плюс 7 921 970 2240 Можете присылать ваши смс С замечаниями, вопросами Максимально будем учитывать Ваши мнения Уважаемые слушатели Ну а разговор с Михаилом Барзыкиным Я бы хотел начать Действительно с того информационного повода Который нам подбросил Захар Прилепин Не буду читать Все его произведение Но начинается Она вот с такой фразы Есть такой Михаил Барзыкин Рок-н-ролльная звезда Основатель группы телевизор Которая в 90-м году Была такой же известной Как кино Наверное в 90-е он имел Ну не важно Я писал про него в книжке Ботинки полные горячей водки Мы записали с ним позже песню И вот сейчас мы видим Что проходит несколько лет И Михаил занимает Замайданную позицию Не за украинскую даже Я сам отчасти украинец Это все пишет Захар А именно за майданную И я глубоко в нем разочарован Вам не обидно слушать такие Или читать такие вещи? Ну это уже не первый его отклик На мои интервью И на мою позицию Но я давал интервью Новой газете Ну год назад где-то И вот с тех пор Аж постоянно сталкиваюсь С его вот такими Какими-то Откликами Все это обидно Все это печально И для меня неожиданно Конечно Потому что Отношения Мне показалось Были очень теплые Но когда вот случилось Случились украинские события Когда случилась Его статья С оправданием Сталинизма С какими-то Антисемитскими Высказываниями У него появились статьи Все это вместе Плюс разговоры о патриотизме Это ни к чему И не к добру всегда Вот Вроде бы совершенно Мне казалось Приличной встречи Что человек Разделяет какие-то Совершенно другие взгляды А тут вдруг Все как-то Сузилось Все как-то Направилось Вот Появилась какая-то Суровая державность Очень удивительно Для меня И Конечно Печально Что Это к сожалению Происходит Со многими И Еще печально Что все это Как-то укладывается В политику Кремля Против которой Собственно До этого Мы вместе Выступали В смысле И Захар тоже? Да Потому что Кишет здесь Витя проходит Несколько лет И Михаил занимает Замайданную позицию Не имею ввиду вас То есть Проходит Несколько лет Перефразирую его Да И можно сказать Что Прилепин Тоже занимает Так сказать Другую позицию Ну Мне так как раз Кажется Что он Вот Ему кажется Что изменил Изменились мы А мне так Как Я вообще В принципе Ну Не Не себя В этом смысле Никак Свои изменения Не заметил Может быть Не знаю Но По крайней мере Мое отношение К Путину Там Или вот К этой К сущности Нашей нынешней власти У меня не изменилось А вот Он говорит об этом Что-то все Осторожнее Осторожнее Как-то Путин Путин У него вообще Не вызывает Как там Рефлексий Как он Написал Где-то там В интервью Сказал Типа Ну вот Человек Реагирует Ну какой-то Такой Очень мягкий Нейтральный Взгляд На человека Которого Он еще Недавно Ну Скажем так Высмеивал Активно В том числе И в песенной Форме И вот И в публицистике В своей Яду То есть На мой взгляд Как-то вот Ну в этом смысле Моя позиция Выглядит Как-то Последователь На них Ну это Видимо Никого То есть В данной ситуации Ну просто Все это Иногда Даже смешно Потому что Туда же Вот попали Под раздачу И уже И Гребенщиков И Шевчук И Шевчук Да И у него Своя передача Рок передача На Канале На РЕН-ТВ Он получил Свой эфир Программа Называется Соль И Он туда Уже Наприглашал Кучу известных Артистов Которые Часть из которых Разделяют Его Вот эти самые Нынешние Патриотические Взгляды То есть Он туда Не приглашает Выходить Тех людей Которые Не разделяют Нет Он приглашает Нейтральных Типа Ну я не знаю Там вот Ну было Несколько Известных Там Коллективов Которые Там Пикни Которые И конечно Там присутствовали Его нынешние Коллеги По борьбе Непонятно Ну с кем И за что Но люди Которые Так как-то Всегда Спокойно Относились К Кремлевским Проделкам И теперь Вот они Внезапно Перекочевали К нему В друзья Потому что Они поддержали Вот эту всю Донбасскую Авантюру И крымскую Слушайте Вообще Удивительно Что вы смотрите Действительно Борзыхин Шевчук Горьбенщиков Просто новое Ленинградское дело Я считаю Да Врачей Да Всех питерцев Взял Взял в оборот Захар Ну Собственно Говоря Оставим ему Его У нас Свои Своя позиция Свой Свой подход Это нормально Скажите Мне Пожалуйста Вот Близится Близится Я знаю Что вы активно Участвовали Да Вам их там Марш Не согласны Которые здесь Проводились Близится Годовщина Гибели Бориса Немцова Местные ваши Политики Питерские Подавали заявку Им отказали Вернее не отказали Отдали какую-то Площадку Ну где-то Да Типа Полюстровский парк Что-то Ну где-то Очень-очень-очень далеко То, что не устраивает Тех людей Которые хотели бы Помянуть И почтить Память Бориса Немцова Но вот Если это будет Так или иначе Вы пойдете? Ну пока Маршрут Намечен Традиционный Вот от Горьковской До Марасова Поля Да Я думаю Что Шествие Такое состоится В любом случае Потому что Скорее всего В Палюстровский парк Никто не поедет Да и мне там Тоже не хотелось бы Принимать участие В таком вот Мероприятии На отшибе Но у нас обычно Так происходит Долго Бодаются Потом Разрешают Либо шествие Либо и шествие И митинг Это вот Много раз Мы уже ходили Иногда Люди идут Несанкционированно Потому что Все это превращается Просто в прогулку Ну уже Есть привычка И наверное 27-го В любом случае Это шествие Состоится То есть ровно Годовщина Да 1 марта Брюссель Ну вот Намечен Намечен Такой Концерт На мероприятие Посвященное Памяти Бориса Немцова В котором Будет принимать Участие С российской стороны Там Василий Шумов С группой Центр Насколько я знаю Вася Обломов Будет ли он С группой Или это Акустический вариант Я не знаю Я наверное Буду Один В акустике Без группы И будут Какие-то Насколько я понимаю Европейские коллективы Это выбор Который сделал Артемий Троицкий А он организатор Он один из ведущих Будет концерта Насколько я понимаю Вместе с Жанной Немцовой Подробности Я пока Не могу То есть Просто не знаю Обещали все выслать Но вот Планируется На первое число Вроде Должно состояться Это все Ну и Мне приятно Принять участие В подобном мероприятии Тем более Что я тоже Был знаком Немножко С Борисом Мы как раз Ездили даже В Финляндию Там как-то совместно Ну пересекались Несколько раз Ну одним словом Это Ну в общем Достойная Затея Надеюсь Что все пройдет хорошо Знаете Удивительная вещь Я сейчас что-то вспомнил После Вот этих После трагедии Беслана Да Ну у нас Были какие-то Там от власти Дежурные Естественно Да Там какие-то слова Понятные В такие дни А в это время В Риме Собралась там Чуть ли не Миллионная Демонстрация Манифестация Да Знак протеста Против террора Против того Что произошло Тогда в Беслане Почему Как-то они Собираются Там Да По нашим По поводу Не по своим поводам Да По нашим Российским поводам А у нас Здесь значит Полюстровый парк Полюстровский Да Полюстровский Да Полюстровский парк В Москве Непонятно что Вообще Непонятно что Да если и разрешат Сколько или не так Уж много людей И выйдет Ну что Какие-то другие Нас это что Не волнует Почему Такие Ну К сожалению Да Вот Количество равнодушных На единицу Там Неравнодушных Приходится Очень большое В целом В общем тут Причин как всегда много Я думаю что это И вековое наше Вот это Крепостническое Сознание И И вот Моя хата с краю И тут полный набор Всех Вот это И Вот все эти Буддистские Настроения По поводу Я вне политики Ну вот это вот все вместе Я думаю что это Какая-то незрелость В целом Какая-то Видимо нужны Вот сейчас Прививки как раз Происходят Может быть Они как-то потом Против гриппа Ну да Против вот Да вот этого Социального гриппа Политического гриппа Я имею ввиду Вот эти прививки Против Очередной Там против Патриотизма Может быть Следующее поколение Воспримет их В серьез Потому что Какое-то Странное выпадение Прям выпадает Пластами Поколения Из понимания Простых вещей И снова Проходят Вот эти грабли Которые вроде как Ну мне вот как Там этому Ребенку Перестройки Вроде уже все понятно На эту тему А вот Появляются Какие-то дыры Ну для этого Нужны видимо Новые прививки Вот я так Подозреваю Мы сейчас Вот в этой Вот Они конечно Болезненные Но тем не менее Видимо Эту стадию Придется пройти Чтобы дорасти До этого Ощущения Вот Как раз Общности Гражданской Общности Михаил Барзыкин Напоминаю Музыкант Лидер группы Телевизор Плюс 7 921 970 2240 Пишите Есть ли роль Если есть То какова Ну Рок сообщество Или вообще Не надо выделять В отдельное сообщество В конце концов Каждый Все люди Каждый человек Сам по себе Рокер 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 Или не Рокер Он Не рокер Не важно Ну мне всегда Хотелось Конечно Хотелось Испытать То Славное Единство Вспомнить О тех Вот 80-х годах Когда мы были единой Такой вот Жужжащей семьей И могли Пожертвовать Какими-то своими Амбициями Во имя общего дела И Были заражены Вот этим Вот этим Воздухом Свободы К сожалению Факты Вещь упрямая Нас расколбасило На два лагеря Сейчас И Я благодарен Тем людям Которые Остаются верны Себе И как-то Вот Не впадают В этот Неоконсерватизм Из рок-музыкантов Думаю Что Многие К ним прислушиваются И Тут В данном случае Каждое слово То есть Слово каждого Имеет Какой-то маленький Но все-таки вес Поэтому Чем больше будет Тем лучше А скажите Вот Вообще Миссия Рук-н-ролла Если хотите Это протест Это обязательно Или протест Ну Отсутствие Обязательности Наверное Наверное Свойства Рук-н-ролла Как таковое То есть Вот это Вот как бы Это протест Против условностей Предыдущего поколения И Мира Обязательств Может быть Я так Ну по крайней мере Ну да В свое время В 60-е Это так и начиналось То есть Вот я Ну не буду Я жить Вашими ценностями Ребята Вот этими Обывательскими Я вот буду Вот такую Смешную музыку Делать Мне кажется То есть Элемент Протеста Как таковой Он там все равно Присутствует Самым фактом Что ли Самой формой Да Самой формой То есть Это вот эти Вот эти Прыжки по сцене Которые совершенно Еще в 50-х Были на телевидении Запрещены Категорически А уже В начале 60-х Они пробили Рок-н-ролл пробил Вот эту вот Официозную Вот эту Зажатость В Англии Например Ну и Вообще Мне кажется Как и вам В любом искусстве Вот Протест Как форма Несогласия С каким-то Заскорузлым Консервативным Прошлом Попытка Расширить Диапазон Восприятия Это Ну может быть Одна из Важнейших Мотиваций Искусства Вообще Как такового Слушай Ну вот Мои кумиры Ну понятно Для моего поколения Мои кумиры Это Битлз Да Я тоже Польшой поклонник И я Начинал с них Да Ну все Начинали Когда-то Да Ведь если Разобрать В их текстах Именно в текстах Там нет особого протекста Да Но Если посмотреть На консервативную Англию Да На все вот эти вот Традиции Да Непоколебимые И тут вдруг Возникает четверо ребят Совершенно по-другому Одетые Да Играющие другую музыку Да Вот в этом Наверное был протест Да Дающие другие интервью С фривольными шутками И позволяющиеся Всевозможные Странные поступки Которые тут же Отмечаются прессой Ну это Действительно Ну вот это Новое поколение Пришло И оно Вот эту Всю Телевизионную И шоу-бизнес Сколыхнули И в этом Было Конечно Вот Несогласие То есть в общем протестом Не говоря уж о том Что они потом участвовали Активно там Ну Джон Левен Например И в политическом Социальном протесте Ну скорее в социальном Больше чем в политическом Ну да Ну а Будучи Битлз Они хулиганили Так вот В регулярном порядке И Таким образом Раздвигали границы Вот этой вот Свободы Для молодого поколения И вообще для Восприятия Искусства А Молодой рок В России Появляется Новый рок Ну Грун И на какой основе Они Так сказать Политически нейтральные Социально нейтральные Разные Разные Вот Я насколько Слышал последние цифры Какие-то страшные То есть там Около 4 тысяч Групп В Питере Только Вот Ну и Существует группы Да Там Четыре Школьника Могут там Да Это может быть проект Какой-то временный Конечно Чтобы им дойти До порога Известности Нужно Немало попотеть И чаще всего Не хватает Ни времени Ни сил Но тем не менее Появляются Периодически Талантливые ребята И ребята С царем в голове Которые В общем Несут какой-то Месседж И С осмысленными Текстами Много Разных Я просто Я говорю Давно Плотно Не слежу За этим Раньше Я когда-то Там Занимался Сидел в жюри По этому поводу А вообще Периодически Попадаются Они То есть Эта жизнь Как-то идет Она сама по себе Где-то там Просто Она не достигает Телеэкранов И радиоэфиров Про телеэкраны У вас группа Называется Телевизор Я Готовясь К нашему эфиру Пересмотрел Ваш Первый Наверное Клип Мой папа Фашист Не Ну Самый известный В любом случае Тех времен Там сидит Девушка У телевизора Да То есть Вы тогда Уже видели В телевизоре Если я правильно Понимаю Значит Иносказания Различного рода Вы уже тогда Видели в телевизоре Некое такое Некую отраву Да Потому что Все фигурируют Программа Время Ну и так далее Да А вы сегодняшний Телевизор смотрите Группа телевизор Смотрит телевизор Я периодически Смотрю телевизор И Да И Я уже пытаюсь Дозировать Какие-то Определенные вещи Чтобы Здоровье Сберечь Но тем не менее Я считаю Что Все-таки Ты должен знать За что Твой сосед Внезапно Тебя Сзади По голове В парадной Ударит Значит По голове Лопатой Для этого Нужно Для этого Нужно смотреть Телевизор Потому что Не было Вот этого Потом удивления Как же так Мы не знали Которая сейчас Вот у многих Спадает пелена У наших Российских Буддистов Которые Все это время Не смотрели Телевизор Страшно этим Гордились И теперь Выясняется Что У них уже Проблемы В доме Уже Ну в общем Много смешных На этом случае Можно приводить Там От внезапных Там Ну То есть От реальности В этой ситуации Никто из них Уйти не смог Она настигла А группа телевизор Ну и вы Там Может быть Как солист Я имею ввиду Как так сказать Да Когда вы выступаете В одиночестве Допускают До экрана Вы когда Последний раз Последнее Последнее время Что-то как-то Даже не Вот Ну лет пять назад Периодически Приглашали Там Лет семь назад Еще больше Приглашали А последнее время Как-то это Все заканчивается Ну Есть локальные Каналы Вот Там Типа Передача Синей страницы Вот у нас Там Алексей Лушников Вот он Приглашает Там Какие-то разговоры Иногда Даже С выступлениями Но это вот На кабельных Каналах В общем Это Не имеет широкого Выхода Пока К зрителю Раньше имело Кстати А вот Такие каналы Которые раньше Регулярно Это делали Сейчас Говорят Ну Известную фразу Вы же понимаете Время такое Нас По головке Не погладят Вот эта фраза Вы же понимаете Я прочитал Вашем интервью Когда вы рассказывали О том Что мы Что-то там Запретили В очередной раз Если я не ошибаюсь Лет шесть назад Мои коллеги Ксения Ларина Еще На эхо Москвы И Я вообще Прочитал это интервью И увидел Что то На что мы Жаловались Шесть лет назад Семь лет назад Восьмой Не помню Что-то такое То сегодня Это уже Просто Это уже Визитарианство Жизнь Увы За эти годы Если изменилась То не в лучшую сторону Да К сожалению Но в общем Опасения Это были И Ну Я-то Так повизгивал Насколько я помню По этому поводу Яростно И все Не понимал Почему же меня Как-то всерьез Не воспринимают Особенно Европейцы Например Они такие Вальяжно Все это Да ну Да ты преувеличиваешь Да ну Какой же он Он же Он же европейец Тоже Он вот Разговаривал О личности Бутина Непосредственно И вот Теперь они Как-то начинают Тоже Стрепенулись И по-другому Оценивать ситуацию Да Ну В общем До такой степени Конечно Хотя Тренд был То есть Можно было Что-то Подсказать Да Вектор Я напоминаю Что у нас В эфире Музыкант Лидер группы Телевизора Михаил Борзыкин В особом мнении Эхо Петербурга Мы сейчас С вами Прервемся На рекламу И на новости И после чего Продолжим Программу С нашим гостем Особое мнение Особое мнение Еще раз Добрый день Особое мнение Из студии Эхо Петербурга Меня зовут Виталий Дымарский И сегодня У меня в гостях Михаил Борзыкин Музыкант Лидер группы Телевизор Еще раз Михаил Приветствую вас В нашей студии Мы продолжаем Наш разговор О многом Поговорили Там в одном месте Перед В первой части Нашей программы Вы говорили Там О такой Цензуре Которой Вроде Вроде ее и нет Но вроде она и есть Которая сопровождается Фразой Которой Говорят Исполнители Ну вы же Сами понимаете То есть Вы понимаете Какая обстановка Там и так далее А с этой точки зрения Вот Использование То что называется Ненормативной лексики Да Я знаю Это и у вас встречается И не только у вас Это Как вы считаете Это не повод Разве для того Чтобы там Скажем Сказать Сказать Нет Не надо Эту песню Исполнять Это слушают дети И нечего вам Товарищ Борзыкин Наших детей Портить Ну Одним Из формальных поводов При одном из таких запретов На телевидении Вот как раз Они нашли там Слово чудак На букву М На букву М Да Вот И решили Значит Да Что Это вот как раз Та самая Ненормативная лексика Но При этом Почему-то Приводили Как сказать В личных беседах Там уже Существовали Другие претензии По поводу Там Неохристочекисты Там есть в песне Кремлять Вот Ну То есть Которые не фигурируют Ни в каких словарях Ненормативные Да 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 И даже Что что они там Я уже не помню А Слово жопа Их почему-то Потрясло Они Его сочли Нецензурным Вот А я объяснил Там Но это бесполезно Было Потому что Видно что люди Конечно Мотивированы Совершенно Другими Слабо Другими Ну понятно А вообще Я не употребляю Так как это сложилось Ну вот Какие-то Вещи на грани Могут быть Ну я не знаю Я так Противник вообще Такого А вот Ну я понимаю Я не знаю Там насколько Этично Музыкантам Обсуждать Друг друга Но вот Группа Ленинград Я Как вам сказать Вот мне кажется Это мое личное Мнение Что Мне Мне не мешает То что Они Те слова Которые они используют Как дипломатично Выразиться Да Потому что Там в большом количестве Там все на этом построено В общем Да Но при этом Там мне кажется Достаточно Осторожно Если это вынуть Оттуда То в общем Ничего не остается Ничего не остается Да Ну конечно Да Сама по себе Уже игра Да Да И я думаю Что вот это Ханжество По этому поводу Оно вообще Бессмысленно Хоть я и Мягко говоря Не поклонник Группы Ленинград Ну вот здесь Можно с вами Разного быть мнения Дело не в этом Да Да Ну там все это Оправдано А как вы сказали Как вы их назвали Нехристы Или Новые Неохристочекисты А Неохристочекисты Да А вообще Как вот вам Новое Я бы сказал Положение Церкви В обществе Ведь мы же Вы же помните Да Ваши все протесты Восьмидесятых годов Там Семидесятых Когда Одно из Требований Если хотите Одна из претензий К советской власти Это было то Что душили Религию Да Сейчас все разрешили Теперь опять плохо Ну вот Прививочка Как раз очередная Да Нам Теперь значит Нужно И с этим осторожно Это же Ну Как одна из форм Патриотизма В данном случае Ну что Переборщили с этим Почему Я говорю Тогда было плохо Когда не было Православие И вообще Религии В обществе Было фактически Запрещено Может не Не де юры Но де факто Сейчас Не то что разрешено А просто Разгул Да И опять плохо Да Почему Потому что Нет какой-то середины Или Что Ну потому что Они Они являются Всего лишь Такими Функциями Государства Правительства Скажем так Даже Вот Как там у Толстого С его статьи Правительство И патриотизм Вот То есть Они просто Выполняют Конкретно Защитные Вот Функции Государства Они Они срослись Если бы они Существовали отдельно И Развивались Себе В своем Религиозном Закуточке И все было бы Спокойно Они выполняют Заказ Ничего себе Закуточек Да Да Это все Очень Очень неприятно И нам Конечно придется Это Я думаю Хорошенько Даже Многих Православных Я знаю Которых Эта ситуация Настолько Изменила Сейчас Что они Начинают задумываться Вообще Туда ли Они пошли Я кстати говоря Забыл Во второй части Видите Как мы еще Не привыкли К тому Что у нас Появились СМСки Плюс 7 921 970 2240 Но я хочу Чтобы и вы Уважаемые слушатели К этому Привыкли И как можно Больше нам писали Мы обязуемся Использовать Ваши вопросы Замечания В нашем эфире А в связи С тем С разговором О церкви Если уж Смотреть События Последних дней Ну вот вам Скажем Была интересна Встреча Кирилла Нашего патриарха С папой Римским Нет Я был Крайне удивлен Что так много Внимания Уделяется Средствам Массы информации В том числе И такими Скажем Демократическими Вот Мне кажется Вот Так много Внимания В общем Люди Представляют Определенные Отживающие Направления Там Развития Ну В принципе Обменяться Искренне Информацией По-моему Они по Определению Не могут Потому что У них Паствы Они То есть Делят Делят Паствы Поэтому Им трудно Трудно Найти Они могут Там что-то Ну это В общем Такое Ну вот Люди Да Собрались Что-то Там Обсудить Какие-то Понятно Что мы Никогда Не узнаем О каких Переделах Там Или разделах Полномочий Шла речь И Все равно Это Ну и конечно Сделано Для пиара В том числе Но Меня Это Как-то Это событие Совсем Не Заинтересовало Почему-то Михаил Наверное Нужно Здесь Вот Спрашивают А когда Следующие Концерты У Борзыкина Ну видимо Имеется ввиду Санкт-Петербург Я думаю Что раз Наши Слушатели Спрашивают В Петербурге 28 февраля В зале Ожидания В 8 часов Вечера По-моему У нас будет Концерт Объясните Мне москвичу Что такое Зал Ожидания В Петербурге Ну это Клуб Клуб Обычный Такой Рок-клуб Который Находится На месте Бывшего Варшавского Вокзала Ну Петербург Наверное Знали Да Да Он известный Там постоянно Проходят концерты И мы там Много раз Уже играли Поэтому Добро пожаловать Всему Ну а когда Мы разговариваем С музыкантами Артистами Конечно Такой банальный Вопрос Который уже звучит Лицот Наверное Ваши творческие планы Под названием Ваши творческие планы Я может быть Давайте я его В другой форме Задам Я просто видел Что вы Собирали Такую Такую Использовали Современную Что ли форму Собирали деньги На новый альбом Видимо На новый проект Какой-то Да Удалось Удалось Да Все прошло хорошо И И когда можно ждать Ну вот Сейчас я занимаюсь Записи этого альбома Ну Я боюсь Сроки точно указывают Но я думаю Что весной он выйдет А вы страдаете от пиратства? Что-что? От пиратства Страдаете? Нет Абсолютно Как-то Этот вопрос Меня не тревожит Может Потому что Я не нахожусь На той степени Вот этой Шоу Бизнес лезть Лестницы На том уровне Я Никогда не пытался Проследить За Воровством Своих Там Песен Или Как-то там Бегать Подаватис Ну в общем Меня как-то Это Многие артисты Жалуются На то что Да Как бы Права Не соблюдаются А кто-то говорит Что Другая эра Настала Эра интернета В принципе Можно принимать Какие-то меры Но Сто процентно Эффективных мер Против этого нет Но я вот Больше придерживаюсь Вот этой Второй точки зрения Потому что Это Борьба с витринами Мельницами В данном случае Все равно это Воздух Пространство Все равно Это будет разноситься И в общем Ну Может быть Тех Для кого Это Какой-то Мега бизнес Их это Очень Задевает Все равно Этому процессу По-моему Этот процесс Не остановить Это будет Распространяться Ну Поэтому Появляются Новые формы Сейчас Оплаты Там Вот Люди Покупают В интернете И Добровольно Жертвуют Ну Сейчас Мне кажется Это просто будет Приобретать Новые какие-то формы Вот Взаимоотношения Между Слушателем И Автором То есть Фактически Я так думаю Что люди Вот Вы собирая Деньги На новый проект И Когда люди Отдают На него Деньги Они Фактически Покупают Авторские Права Ну В том Смысле Да Что они Могут Это потом Скачивать Они будут Бесплатно Бесплатно Слушать Все Тот же Да Потому что Вы не будете Требовать За него Деньги Как я понимаю Ну Во-первых Да Мы выложим Естественно В сеть Это все Дело А во-вторых Это же Там Проект Обычно Связан Нынче С Акционерами То есть Это Ну Короче Каждый Из них Получит То Что он Попросил Когда он Давал Деньги То есть Диски Футболки Это все Им высылается И уже Мы начали Это рассылать По всей стране География Обширная Даже На удивительные Уголки Попадаются Серьезно Напишут Ну да Какие-то Совершенно Алтайские Поселки Австралийские Какие-то Неизвестные Населенные Астралийские Аборигены Да Удивительно Как это все Каким-то образом Докатилось Расползается Ну То что Знаете То что Хотят Хотели нам Назвать Русский мир Я думаю Что может быть Не русский мир А наш Там Мир Да Он действительно Расползся За пределы России Намного Не хочется К нему Присоединиться В смысле Стать Человеком Мира Мира Да конечно Хочется Во-первых Во-вторых Я так Периодически Себя им Я не читаю Когда выезжаю Куда-то В общем Конечно Вот Недавно Вот Нью-Йорк Если бы был Приглашали Тоже с концертом А вообще Конечно Вместе С С С Отечественниками Мы Разнесли Это Вот Нашу За Наше Заболевание К сожалению Тоже По всему Аминам Это было Особое мнение С Михаилом Борзыкиным А теперь Новости Особое Мнение